приветствую друзья обозреваем сегодня ручку от frill rtg небольшое лирическое отступление когда я покупал эту арку мне в комплект досталась вот эта вот рукоятка dlg всем хорошая рукоятка тем более что мне очень нравилась рукоятка dlg на автомат калашникова здесь в ней был контейнер мне очень нравится резина на их рукоятках она очень ухватистая плотная все было классно но виду особенности скажем так своей анатомии различных травм и прочего проблема в том что угол этой рукоятки он мне не подходил он был слишком какой получается господи острый наверное да вот и мне слишком сильно заламывала запястья когда я ее брал рука быстро уставала во время удержания оружия и длительная тренировка приводила к болям в руке если тренировка была за вас при этом там перемешана со статикой или необходимостью длительно удерживать оружие целиться ну рука начинала болеть понятно что приводило к результатам хуже ожидаемых скажем так регулярно вот и приходилось выпендриваться приходилось иногда братью вот таким вот образом как бы да типа по снайперски да вот это вот все но понятно что при работе с промежуточным калибром со штурмовой винтовкой скажем тогда с карабином это ну не очень корректно поэтому я начал искать другую рукоять там с помощью photoshop хитрости и прикладывание рукояток друг другу я в общем выбрал другую рукоятку она оказалась у одного продавца в краснодаре рукоятка сейчас мы сфокусируемся вот вот так выглядит название компании и логотип и название собственно рукоятки вот в такой коробочке она приходит кроме то есть вот здесь мне что понравилось сразу написан градус градус рукоятки я методом проб и ошибок понял что вообще в идеале мне бы подошел 17 как на кольтах вот 911 насколько я помню а или там как раз 19 половины на кольтах вот могу соврать по моему 17 вот но в общем меня это абсолютно устроило я 2 градуса разница по 17 вот я потому что 2 градуса разница меня не сильно огорчат вот и я взял соответственно ее как я уже сказал по photoshop вот это маркировочка она говорит о том что на рукоятке есть подобие стиплинга и соответственно ну типа не скользит и при этом типа не рвет но в отличие от стиплинга как мы видим это лазерная текстура и она не делает острых пиков скажем так потому что когда делается стиплинг это делается раскаленной железкой образуются на пластике такие острые пики и вот они как раз собственно и влипают в руку но они же и разрывают ну например одежду футболки если мы говорим про ношение пистолета со стиплингом здесь это гораздо более щадящая хрень но в то же время она гораздо менее удерживает скажем так гораздо меньше предотвращает от скольжения рукоятка была черная я ее уже просто покрасил в цвет после первичных испытаний что скажу рукоятка удобная угол лично для меня прям идеальный то есть мне рука не болит у меня все как должно быть все очень удобно мне все нравится значит минусы были какие для меня и ну какие то были какие то пока еще остаются значит самый большой минус в том что все таки пластик не резина и он более скользкий и вот эти вот очаровательные не скользящие вставки они ну не особо помогают эту проблему я решаю тем что на алиэкспрессе заказал себе резиночку надевающуюся на рукоятку зеленого цвета вот скоро придет посмотрим что получится второй минус в том что в комплекте к этой рукоятки идут винтик и ну контргайка давайте так и назовем там на самом деле типа гровера маленького такая хреновинка это круто но ключик никто не задумался положить поэтому если у вас нету дюймовых отверток а здесь именно дюймовые отмерки они метрические поскольку это американское изделие то придется что-то колхозить я вместо шестигранника закручивал звездочкой просто потому что еще не успел купить все дюймовки но конечно сами понимаете и третий момент который мне конечно остро не понравился то что вот это сейчас мы вытащим отсюда сейчас вынимать приходится довольно тяжело и вы чуть позже поймете почему он там видно на самом деле даже тут гровер винт в общем рукоятка вот такая нет никакой никакого контейнера никакой крышки и я конечно когда она ко мне пришла а мне не пришло в голову заранее спросить эту продавца я несколько высадился так скажем потому что я считаю что это дичь и в двадцать первом году грубо говоря делать рукоятки которые будут собирать в себя все говно вместо того чтобы сделать в них обычный контейнер ну это какая-то дикая вообще история поэтому я методом пропа ошибок попробовал использовать контейнер от dlg который у меня уже и так был просто по наитию решил воткнуть и посмотреть что будет и как вы видите получилось неплохо значит сначала я понадеялся что сейчас сфокусирую камеру получше сначала я понадеялся что вот этих вот штучек их хватит и вставлял рукоятку не глубоко контейнер он держался пока я не начал активно с оружием бегать прыгать валяться и так далее как только началась прям жесткая активность она выпала хорошо что я это заметил подобрал после этого начал вставлять вот так вот глубоко и мне кажется что теперь она будет сидеть намертво потому что если прям вот туда утрамбовать то вытащить ее можно уже только с использованием плоскогубцев или мультитула либо долгой-долгой раскачкой что меня в общем устраивает потому что проблема практически решена грязь по крайней мере глубоко забиваться не будет батарейки все еще со мной батарейки запасные нужны или там аккумуляторы не помню что вообще стоит но не принципиально вот и в то понадобится менять аккумуляторы в фонаре они именно под фонарь подствольный то скорее всего у меня будет время на то чтобы достать мультитул это все вытащить или расковырять все это вытащить но в любом случае получится немедленнее чем на каком-нибудь там агр 47 или как она там фабовская рукоятка даст клапаном который вообще там без отвертки не сковырнешь и так далее поэтому вот такой вот вам лайфхак могу путать но по-моему такие контейнер dlg продает отдельно соответственно в случае если у вас вот такая же полая рукоятка без какой-либо крышки можно попробовать купить их контейнер скорее всего недорого стоят и туда затолкать если угол рукоятки вам не подходит ну или просто купите dlg рукоятку они в самом деле хорошие просто конкретно на арке мне не подошла на калаше я всем рекомендую dlg рукоять я считаю что это вообще топовый вообще топ просто остальные рукоятки в мире больше просто не нужны все производители калашникова должны закупать рукоятку dlg ставить ее штатно и тем самым лишать головной боли всех потребителей такая вот незатейливая реклама dlg в обзоре в обзоре трил в общем вот друзья такая вот рукоятка спасибо вам за внимание и всего доброго